я считаю что систему надо менять и ломать извините за это слово но это так ломают сегодня через колено миллионы граждан российской федерации с улыбкой вынужден вами вам сказать что на сегодняшний день я где-то шесть месяцев назад уже озвучивал что готовится новая афера новое преступление изменение пенсионного законодательства российской федерации готовится тогда на меня начали шикать в государственной думы начали верт и популист ты озвучиваешь то что вот недавно только прошла реформа пенсионного нашего законодательства где возраст выхода на пенсию был увеличен на пять лет вновь ты вот этой занимаемся занимаются и пугаешь граждан российской федерации не пугаю вот по прошедшей это времени еще раз констатирую ведется точно ведется подготовка к изменению вот вы задали вопрос по пенсионному возрасту к изменению пенсионного законодательства еще раз еще более жестче сегодня рассматриваются два варианта пенсионного изменения мягкий вариант это вариант увеличение еще на 3-5 лет возраст выхода на пенсию и для этого уже изменили конституцию российской федерации второй вариант более жесткий который рассматривался и в первой первую реформу когда его внесли на пять лет женщинам и мужчинам по пятерочке дали от ситки это отмена вообще значит института пенсионного обеспечения в российской федерации ссылаясь на то что не во всех странах есть такой институт и есть страны и успешные как они говорят это правительстве у единой россии что в этих странах обеспечивают старых своих родителей когда они уже немощные не могут работать и зарабатывать дети этих родителей и все нормально все хорошо страны развиваются также живут обалдевшие абсолютно вот эти идеологи обалдевшие абсолютно заложено в конституцию российской федерации норма под изменение в том числе и пенсионного законодательства и вот зампредсовета по правам человека при президенте российской федерации член рабочей группы по поправкам в конституцию ирина киркора призналась агентству когда у нее брали интервью что поправка вызывала ожесточенные споры еще на этапе обсуждения внутри рабочей группы подробности она конечно не раскрыла но споры то шли что если будет введена эта норма в конституции о том что совершеннолетние дети на них возложена обязанность заботиться о своих родителях дает право сегодня законодателям государственной думе единой россии президенту путину ссылаясь на эту норму конституции изменить законодатель пенсионное законодательство в части максимум это отмены института пенсии пенсии выдачи пенсии отмена здесь все написано дети должны заботиться о своих родителях все . и заботьтесь никакой пенсии не будет и кстати кстати об этом даже говорилось видными деятелями единой россии и ближайшего окружения путина даже при первом реформировании пенсионного законодательства и второй более мягкий вариант это значит вот как раз повышение возраста выхода на пенсии еще на 3-5 лет учитывая что идет уже арт подготовка к изменения этого законодательства вы посмотрите в своем значит указе новым президент российской федерации путин заявил что он поправил вероятная продолжительность жизни граждан российской федерации до 78 лет то же самое он говорил и единая россия его окружение команда путинская когда реформировали первый раз и уходили от 55 женщины 60 лет мужчинам на 60 65 женщин мужчин соответственно и тогда говорили что вот вероятность жития бытия на территории граждан российской федерации у нас уже там за 70 лет а сейчас 78 это будьте бдительны будьте внимательны вы смотрите что творится и делается заказа закрытыми дверями вы смотрите какие нормы внесли в эту конституцию надо бороться если не бороться и не раз и не два выходя на улицу и протестую против этого в ближайшее время я убежден что после выборов в государственную думу такие инициативы пойдут обязательно пойдут выходить на улицу протестовать они меняют все